Нас просят меньше рекламы, больше полезных советов. Поделимся с вами полезной информацией. И немножко сделаем экскурс в историю. Почему нам так нравились немецкие автомобили? В 90-х годах прошлого века, когда они только появились. Потому что немцы великолепные аккуратисты. Что они делают? Для них визит на мойку это обычное явление. Для вас уборка в вашей квартире это обычное явление? Я надеюсь, что да. Поэтому ваша квартира на колесах нуждается в этом же. И теперь уже советуем касаемо нашей уральской непонятной зимы. Если вы едете в Уфу или в Челябинск и возвращаетесь оттуда, ваш автомобиль покрывается замечательным слоем грязи, который содержит очень активные элементы, доставляющие ваш автомобиль быстренько-быстренько ржаветь. Если вы все-таки ваш автомобиль поставили под снегопад, а потом его не успели откопать, и дальше щетками пытаетесь его почистить, это тоже неграмотно. Поцарапывайте полностью лакокрасочное покрытие, и тогда вас спасет, пожалуй, только мистер Кэп. Самое грамотное после снегопада и после поездки за горы дней приехать сюда. Да, в принципе, в любую мойку. Но эту мы рекомендуем. Потому что здесь нашли именно свой подход. Как сделать ваш автомобиль чистым и при этом не очистить ваш кошелек. Куда приехать? В автомоечный комплекс «Блеск», который располагается на улице Северный Переход. Рядом с супермаркетом автомобилей и официальным дилером «Апекс». Ну и напротив Челябинерго. Зимой мыть машину, мыть ее и содержать в чистоте. И это однозначно. Привыкайте, господа, к опрятности. Это 15 лет назад. Моек на город было мизерно мало. Сейчас их качественных, конечно, немного, но они есть. Кстати, специфика Магнитогорска – пыль и грязь на нас сыпятся каждый день, как и искусственный снег от заводского пруда незамерзайки. Чистый и опрятный автомобиль даже в трескучие морозы добавляет задоринки и энергии. Кстати, мыть автомобиль руками сейчас не модно. Спецхимия, основанная на взаимодействии с лакокрасочным покрытием, путем формирования поверхностно-отталкивающей пленки, а не разъедания грязи с щелочью и кислотой, удаляет всю грязь. Остается только машину сполоснуть и протереть. Так мы эксплуатируем автомобиль зимой. Стоит ли его мыть вообще? Казалось бы, грязи-то нету. Ну как это? Если вы едете с межгорода, то обязательно нужно заезжать после этого на мойку, так как там используют различные реагенты, на дорогах, которые очень вредны для вашего автомобиля. И после этого происходит коррозия металла. А кто-то может сказать, вот зимой минус 20 и все, и замки не будут открываться, и двери примерно у вас как моют автомобили зимой? Замки обрабатываются, двери, соответственно, тоже автомобиль сушится. Давайте поговорим о том, что мы можем предложить горожанам в преддверии наших праздников 23 февраля и 8 марта. Это что у вас есть? У нас есть скидочные карточки, то есть скидка 7%, она накопительная получается у нас. То есть вы накапливаете до определенного момента и получаете бесплатную наружку. Также у нас существуют абонементы на тысячу, на две и на три тысячи с 10% скидкой. То есть при использовании абонемента также действуют карточки на 7% скидка. Давайте посчитаем, что средний автомобилист моет автомобиль примерно раз в месяц, либо два раза в месяц, если это не шаман типа меня, который только помыл на следующий день машины. В смысле дождь пошел. То есть 3000 рублей. На сколько хватит? Минимум 10 моек, в зависимости от того, как вы будете мыть и что. Либо 5 очень хороших моек. Да, 5 очень хороших моек. То есть мы можем говорить, что вместе с блеском наш автомобиль может по городу ездить с таким же блеском, как они ездят в Нью-Йорке. То есть порядочный человек моет автомобиль не только снаружи, но и внутри. Это обязательно. Внутри обязательно мыть. Мы же дышим этим воздухом. Также это влияет на видимость дороги. И самому приятно, я думаю, ездить в чистом автомобиле, в салоне. Мы приехали сюда. Ну вот буквально полчаса нам надо что-то делать. Стоит ли куда-то бежать, либо можно здесь спокойно отдохнуть, чай, кофе попить и телевизор посмотреть? Нет, у нас есть телевизор НТВ+. Также есть кофеаппарат, где вы можете приобрести кофе и приятно отдохнуть. Что касается комфорта. Даже в комнате отдыха у владельца авто должно быть свое свободное пространство. Достаточное для удобного ожидания. Своей, будучи вымытой ласточки. Чай и кофе по желанию. Спорт, комедия, кино на выбор. Пульт, естественно, вам в руки. Про экономию поговорим. Вообще надо понимать, что уборка вашего автомобиля с кожаными диванами, коврами и велюром, как и уборка вашей квартиры должна проводиться хотя бы раз в месяц. Лучше раз в неделю. Простая арифметика и наличие скидок и абонементов позволяют на этом экономить до 30% денежных средств. Комплекс проверен на качество и отсутствие косяков. Так что доверять свою машину этим рукам можно. Теперь про комплекс, который пока ждет своих мастеров. Он расположен в этом же здании, но этажом ниже. Удобный подъезд и охрана, и место для ожидания есть. Зашли вовнутрь и обомлели. Тепло. Сахара практически. Тепло центрального теплоснабжения. Ни дров не надо, ни обратку масляную собирать. Здесь надо собирать автозвук, доводить, то есть тюнить машины, либо просто заниматься сервисом. Естественно, без желания угвоздать заботливо приготовленный для вас чистый теплый уголок с подъемниками, длинной ямой и местом для работы с шестью автомобилями одновременно. И еще про экономику. В городе ежедневно передвигается примерно 100 тысяч автомобилей. Каждому из них необходимо заправиться, проверить уровень масла, подкачать колеса, заменить лампочки. Ну, дальше объяснять не буду. Немалые дети. То есть работы для рук умелых хватит, было бы желанием, а место беспроблемное. Вот оно. Новые экономические условия диктуют нам, во-первых, возможность развиваться и придумывать что-то новое, опять же. Потому что сидеть на старом, протаренном, это как-то неприятно. Новые экономические условия говорят о том, что, ну, извините, в ближайший год, два-три, новые, опять же, иномарки будут менее востребованы, чем это было в счастливом 2007 году. Это все абсолютно очевидно. Бешеные цены. И если, допустим, машина сейчас стоит как однокомнатная квартира, то она же стоила как половина однокомнатной квартиры. Поэтому, поэтому в стремлении пожить получше все-таки однокомнатная квартира предпочтительна. Но сейчас наступило время. Время, когда вам, во-первых, необходимо заботиться о своих автомобилях, о своих хороших автомобилях, купленных в то счастливое время. Как это можно сделать? Ну, обращаясь к специалистам. И вот теперь информация для специалистов. Вот вы сейчас только что видели, да? Помещение 270 квадратных метров, стоянка 300 квадратных метров, батареи я вам не могу показать, теплоносители, но рука не терпит. Находиться в этом сервисе можно и, в общем-то, в неглижи практически. Он полностью подготовлен. Вам остается только сюда заехать. И вот сегодня и сейчас для вас длинные, долгосрочные условия хорошей аренды, без повышающих коэффициентов, как-то курсы долларов и валют. И, в общем, лет пять вы можете, а можете и больше, работать в очень комфортной обстановке. В месте, где нету пробок практически, в месте, где сейчас сосредоточено большинство автомобильных подразделений города Магнитогорска.